всем привет сегодня видео обзор интерьера и не просто интерьера а интерьера офиса для семейного психолога это буду делать не я один со мной вместе и ольга медведева которая является хозяйкой этого замечательного офиса поэтому предлагаю начинать давайте смотреть как выглядит этот замечательный офис вообще что здесь происходит и знакомиться с хозяйкой поехали здравствуйте ольга при этом я хочу начать наш рассказ того почему пришла к вам такая идея создать некое пространство кабинет психолога откуда вообще эта мысль ну на самом деле мне захотелось создать пространство которое было очень ютное комфортное начиная свою практику как психолог я побывала во многих кабинетах в каких-то мне было некомфортно занималась тем что снимала кабинеты в коворкинг зонах там абсолютно нет души мне очень захотелось создать пространство где есть душа где есть отражение меня и где моим клиентам будет удобно уютно и они будут себя чувствовать как дома ну надо сказать что вот именно с таким запросом ольга ко мне обратилась когда мы первый раз не встретились вот в этом помещении когда здесь не было еще перегородок и мы как раз вот на эту тему разговаривали и тут я вспомнил свой первый опыт когда обращался к психологу и я попал в какую-то квартиру но видимо ее снимали для того чтобы там проводить встречи с пациентами или как правильно называть с клиентами и вот я туда приходил какая-то какая-то непонятная квартира что такое вообще меня тут вообще полечит или что-то но как-то было да да было немножко дискомфортно и вот сама идея мне показалось очень интересной ну прям классно вот создать какое-то некое такое пространство и атмосферу в нем чтобы было уютно этим людям которые приходят это очень важно а еще вы меня просили сделать не просто один кабинет прям тут сразу большая история вот расскажите но большая история потому что я занимаюсь и индивидуальными консультациями и семейными консультациями а еще я занимаюсь и провожу трансформационные игры это некая групповая терапия на человек 10 когда люди приходят играют получают удовольствие в то же время исследуют свою личность находят пути и следует своей стратегии поэтому мне кроме кабинета для индивидуальных встреч нужен был еще кабинет для групповых терапии групповых программ поэтому тебе была поставлена именно эта задача до соединить два и сделать два пространства ну да у нас получилось два кабинета один для индивидуальных встреч а второй кабинет это что-то напоминающее переговорку но это место для игр групповых игр еще у нас третье мест даже четыре у нас получилось у нас есть еще некая приемная с диванчиком и такой очень полезный закуточек гардеробная тире чайная комната сейчас пойдем все смотреть вот этот замечательный комод который из шпона очень сильно покрытого лаком прям залитого помните вот эту вот советскую мебель блестящую прекрасную и вот это тоже прекрасно блестящая мебель а еще у нас здесь есть прекрасное решение со стеклянной перегородкой она мне прямо очень нравится ольга задала вопрос на проекте а зачем нам стеклянная перегородка это интересный вопрос был кстати ты его очень интересно объяснил да да а я даже забыл как я вам его объяснил а как я объясню чтобы туда хотелось зайти потому что когда ты заходишь в дверь в кабинет за перегородкой есть свет то есть ты стремишься к свету именно так я и объяснил ольги потому что туда проникает солнечный свет там окно а там у нас темный коридор тире приемная ну и еще со стеклом такая аллегория интересная или отсылка это когда наши отношения прозрачны я от вас ничего не скрываю вот все видно то есть вот открыто к вам всем сердцем сейчас мы в прихожей это именно то место куда приходят гости и я предложил ольги выкрасить в темную краску все стен практически кроме одной ольга не напугала это вас хоть она пугала конечно а сейчас нет 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 мне это не напугало потому что я доверяю тебе это не мой не мой не первый проект с тобой я доверил своей интуиции поэтому я сказала да ольга немножко лука видеть видели было ее выражение лица когда я показал темный цвет стен но на самом деле это очень классный ход потому что когда мы заходим в прихожую и попадаем в темное пространство нам кажется что нас немножко поддавливает здесь немножко не хватает света но зато когда мы видим прозрачную перегородку за ней свет вот как раз туда-то нам хочется идти всем туда всем туда конечно же поэтому ребята не бойтесь использовать темный цвет это очень круто а еще у нас здесь висят прекрасные картины на золотой полоске обратите внимание как будто прям на нее и подвесили его только про художника расскажет да это наш замечательный уральский художник я его очень люблю его зовут андрей воротников и когда я у него увидел эту картину я сказал андрей я ее забираю это зимородок для меня вот эта птичка которая ныряет вглубь это такой символ то что мы иногда заныриваем бессознательная и достаем оттуда рыбку большой большой ресурс для себя то есть это такая аллегория на работу с психологом на ту работу с которой приходят клиенты интерьер этой комнаты очень аскетичны условно эту комнату мы называем переговоркой но эта комната для проведения трансформационных игр проще это игр ну вот так проще это игр а здесь у нас один большой стол и он трансформируется в четыре отдельные парты стулья можно передвигать можно сидеть за общим столом можно группироваться отдельно по там как в школе прямо и какое-то занятие проводить комната вся аскетично это для того чтобы не отвлекаться от игры чтобы все внимание концентрировалась на игре и на людях которые собрались здесь в это время что за игра такая ольга расскажите хотя бы вкратце чтобы примерно было представление на чем концентрироваться но у меня в арсенале иван несколько игр но та игра с которой ты начинала в которую ты играл два раза и которая тебе очень понравилась называется империя магов это трансформационная психологическая игра в которой есть как в обычной игре просто карты с обозначением земля вода огонь воздух есть вот такие цветные камушки это таланты которые мы получаем на старте и задача их приумножить конечно обязательно в любой игре есть кубики это символ случайности и вот это все вместе мои знания навыки потом все эти методики которые зашиты в игре безусловно это приносит пользу люди приходят узнают про свои стратегии пробуют новые стратегии но самое главное это место где люди пять часов игра длится 5-6 часов поэтому мы здесь сделали такой интерьер не отвлекающий внимание потому что люди сконцентрированы друг на друге вот немножко про трансформационные игры если вам интересно приходите пробуйте да потому что те игроки и участники которые приходят ко мне один раз и они возвращаются возвращаются игр много даже допустим у этой игры империи магов возможности просто не ограничены помимо основной базовой игры есть игра уже для игроков которые имеют опыт там гораздо все сложнее там гораздо все глубже я думаю интереснее приходите поиграем сейчас я расскажу про идею интерьера которая здесь я реализовывал эту идею я предложил ольге и она и очень понравилась значит идея состоит вот в чем дело в том что когда мы обращаемся к психологу для нас это такой некий микро стресс шаг важный шаг наверное потому что я подумал это не в нашей культуре советского человека ну не принято это как-то было ходить по психологам мы чаще встречались на кухнях и делились со своими близкими людьми своими переживаниями они нас выслушивали мы выпивали выпивали и как-то становилось полегче да ну как то вот как то так вот перед какая-то такая привычка а с другой стороны мы еще убегали от проблем и куда-нибудь на природу выезжали на берег реки в лес там в палатках и все такое прочее и вот эту идею я предложил как раз таки ольги и говорю давайте ностальжи сделаем да да как будто вот люди которые сюда приходят попадают такое советское прошлое и вот только меня поддержала и теперь у нас получилось здесь атмосфера такого старого советского доброго может быть даже немножко бабушкиного не очень понравилась идея ивана соединить вот эту атмосферу семидесятых потому что это такая идея теплого детства и всегда вот путешествие в такое теплое детство она всегда ресурсно и конечно использование элементов природы в нашем интерьере я тоже очень одобрила да потому что иван оставил что должно быть много цветов много зелени много каких-то природных материалов это очень важно потому что на природе мы тоже отдыхаем на природе мы тоже расслабляемся но регрессивное состояние иногда психологи используют своей терапии вообще если посмотреть на интерьер то здесь у нас такой микс современных каких-то материалов и материалов таких а-ля старинных ну вот например кресла на которых мы сидим это восстановленные кресла специально найденные на авито отреставрированные перетянуты и в общем то вот у них теперь новая жизнь и теперь от всех этих кресел балдеют кстати вот вы расскажите какое впечатление у людей от этих кресел но вот сейчас вот мы команда здесь находимся все в восторге прям на самом деле они просто потрясающе удобно я не помню этого удобства с детства но сейчас вот люди которые садятся в эти кресла не господи как удобно как классно сидеть как было все просчитано и продумано ко мне когда заходят клиенты как у нас точно дома было такое кресло все люди вспоминают сразу же начинают вспоминать свое детство свои детские какие-то дворики свои детские квартиры это здорово о то есть результаты достигнут это точно атмосфера создана и но вот по-доброму до воспринимают по-доброму очень по-доброму очень нежно и очень хорошо вообще атмосфера очень теплая получилось ну по крайней мере я и так воспринимают коллеги также воспринимают и я так понял пациенты клиенты клиенты также воспринимают да потому что на самом деле ты иван здесь продумал все до мелочей то есть люстры торшеры покрытие мягкое вот эти кресла этот удивительный комод который на самом деле это даже не из нашего не из дома наших родителей а из дома наших бабушек и дедушек и люди когда приходят им очень нравится атмосфера на самом деле когда у меня играют группы мало кто хочет уходить обратно все горит ой как тут хорошо как здесь здорово ну что очень здорово кстати говоря что клиенты так тебе доверяют уже мои клиенты не ольгины а мои клиенты которые приходят к нам за дизайн проектом когда тебе доверяют получается все так как ты в самом начале задумал конечно с отсылкой к пожеланиям к требованиям клиента то есть понятно нужно все учесть там стол рабочий вот какие то там удобные кресла или в других офисах это как-то по-другому но я хотел сказать что когда тебе не мешают воплощать свою творческую идею то есть получается действительно круто потому что дизайнера видит какие цвета какие формы какие предметы в интерьер поставить и вот все получается мне вот так кажется тебе не мешают тогда когда ты согласовываешь идею с своим клиентом и когда ты чувствуешь клиента мы с тобой сразу же договорились и у нас нам обоим была понятна цель и понятно вообще мечта поэтому у нас даже с тобой проект назывался офис мечты если ты помнишь конечно помню ольга что особенно вам нравится в этом офисе в вашем офисе но кресло мы уже обсудили мне в принципе нравится атмосфера она такая она домашняя получилась такая а-ля квартира а-ля офисы и непонятно что то это какой-то такой микс мне нравится твои проработки допустим твоя идея в комнате где групповые программы разделить столы сделать в комнате для трансформационных игр трансформирующийся стол это круто это на самом деле используется мне безумно нравится что ты использовал вот эти деревянные стулья причем один другого цвета это же тоже какая-то отсылка психология почему он один а как себя он чувствует один мне интересно смотреть когда люди приходят целая группа кто садится на этот оранжевый стул ведь на самом деле здорово мы это обсуждаем это некий такой фан и это материал для рассуждения обсуждения уже в группе знаешь вот мне нравятся те картины которые это подобрал потому что они они объемные они прямо на самом деле уносит какой-то другой мир это здорово но я даже не могу выделить что он здесь нравится мне здесь нравится все мне здесь нравится находиться и быть и работать для меня на самом деле самое главное что нравится атмосфера потому что атмосфера этот это нечто неосязаемое ты себя просто здесь так чувствуешь ребята если вы хотите тоже ощутить эту атмосферу то вот записывайтесь кольги на консультации приходите на ее игры кстати говоря я уже парочку посетил и скажу что это работает реально реально работает и происходит внутренней трансформации но это уже отдельная история но посмотреть и ощутить эту атмосферу вы можете погрузиться так сказать в мир детства ребята если вам понравилось то ставьте лайк комментируйте обязательно в общем подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока пока